Во-первых, важно, что эта выставка посвящена именно услугам. И Россия, и Китай обладают положительным сальдо счета текущих операций. Вместе с тем, по торговле услугами у нас, у обоих наших стран, отрицательное сальдо. И есть огромный потенциал в продвижении именно услуг, связанных с технологиями, услуг, связанных с туризмом, услуг, связанных с трансграничной электронной торговли. Принято считать, что Китай — это всемирная фабрика товаров. Вместе с тем, китайская экономика, она очень быстро трансформируется. Мы видим становление третичного сектора и бурное развитие сектора услуг. Уже сейчас многие китайские технологические компании, такие как Alibaba, ByteDance, StickTok, они активно продвигаются не только на китайском, но и на международных рынках. И это означает их большой успех. Выставка, тем более проходящая в текущих эпидемиологических условиях, это такой серьезный инструмент по развитию текущих услуг, по расширению их на другие, на новые рынки сбыта. И это то место, где лучшие компании представляют свои решения, представляют свои возможности. Большая часть выставки посвящена современным и технологическим услугам, связанным со цифровой экономикой. Это самая высокопроизводительная отрасль, в которой самая высокая добавленная стоимость. Соответственно, когда там исключаются контракты, мы видим, что это способствует не только экономическому росту, но и технологическому развитию, поиску, нахождению новых решений и инструментов четвертой промышленной революции. Что крайне важно для мира, для того, чтобы находить более позитивные решения. На текущий момент сфера услуг динамично развивается, как в России, так и в Китае. За последние годы в члены Русско-Азиатского союза промышленных предпринимателей вступает все больше как в китайских, так и в российских компаниях из сферы туризма, логистических, консалтинга, финансовых, юридических компаний. Россия и Китай уже сейчас активно сотрудничают в технологической сфере. Мы работаем по созданию широкофюзеляжного дальнемедстрального самолета. Мы работаем по тяжелым вертолетам, мы работаем по другим сферам. И мы надеемся, что и эта выставка, и другие тенденции, они поспособствуют тому, чтобы научно-техническое сотрудничество развивалось, тому, чтобы между нашими странами развивался двусторонний трансфер технологий.